Девушки отдыхают Лютному большинству наших зрителей По той простой причине, что находится она не в России, а в Италии На полотне художника Мясоедова изображен Рим Карнавал на улице Корсо Казалось бы, тут одни веселые итальянцы А нет Смотрите, на балконе, в центре Поэт Василий Жуковский А рядом с ним будущий император Александр II Но главная фигура для нас вот здесь, в окне Видите, это Гоголь Это открытие сделал для нас во время нашей поездки в Италию Замечатель, исследователь культуры Алексей Букалов Здорово, да? К этому сюжету мы еще вернемся А сначала вот о чем Вскоре после смерти Гоголя Поэт Николай Некрасов Записал Гоголь Неоспоримо представляет нечто совершенно новое среди личностей Обладавших силой творчества Нечто такое, что невозможно подвести ни под какие теории Может быть, явится писатель, который истолкует нам Гоголя А до тех пор мы будем делать частные заметки С тех пор прошло больше 150 лет И, конечно же, появились писатели Которые целиком осмыслили, описали Гоголя Но ведь какая чудная вещь эти частные заметки Нам очень захотелось нашу юбилейную программу о Гоголе Построить на таких частных заметках Публикациях Из письма Гоголя к матери Вы имеете тонкий наблюдательный ум Вы много знаете обычаи и нравы малороссиян наших И потому я знаю, вы не откажетесь сообщить мне их в нашей переписке Это мне очень, очень нужно Я ожидаю от вас описания полного наряда сельского дичка Равным образом название платья, носимого нашими крестьянскими девками До последней ленты Также нынешними замужними и мужиками Малороссия Удивительное место Здесь все было перемешано Православие и языческие обряды Даже в светлое Христово воскресенье Славили и Бога, и земную жизнь С безудержным весельем Все пило, пело, плясало В эту-то пору ликования и радости 1 апреля 1809 года В местечке Большие Сорочинцы Миргородского повета Полтавской губернии Родился третий ребенок в семье Марии Ивановны Василия Афанасьевича Гоголя-Яновского В честь Николая Угодника Нарекли новорожденного Николенькой Василий Афанасьевич Малороссийский помещик Был не чужд литературе Сочинял стихи и комедии От отца Перенял сын меланхолию И веселость, прикрывающую печаль А от матери Дар видеть через оболочку тело Чувства ее и любовь к сыну Были так сильны Что она через тысячи верст Могла угадать, что с ним происходит В Полтавском училище, куда его определили родители Гоголь чувствовал себя неуютно О способностях его учителя писали Туп, слаб, но резов Вскоре родители перевели его В Нежинскую гимназию высших наук Слабый физически Он вынес много обид Спасал от чтения Здесь, в Нежинской гимназии Он написал свои первые юношеские произведения И среди них поэма Ганска и Хельгартен Стихи были посредственные Но главная мысль, что для творчества нужно самоотречение Станет для него путеводной Тревожные мысли, что я не буду мочь Что мне преградят дорогу Что не дадут возможности принесть государству малейшую пользу Бросали меня в глубокое уныние Он всей душой стремится покинуть надоевший ему Нежин И уехать в Петербург, который представлялся ему каким-то волшебным краем И по окончании гимназии в канун нового 1829 года он приехал в столицу Петербург разочаровал Гоголя Грязь, нищета, крошечная квартирка, безденежье С трудом он устраивается помощником столу начальника на мизерные жалования Работа скучнейшая, а Гоголь чувствует себя силу великие И решает вступить на литературное поприще Свою юношескую поэму Ганску и Хельгартен он издает под псевдонимом В. Алов С замиранием сердца ждет он приговор о публике У ног моих шумит мое прошедшее Надо мной сквозь туман светлеет неразгаданное будущее Молю тебя, жизнь души моей, мой кений Не скрывайся от меня Будущее мое, будь блистательно и деятельно Все предано труду и спокойствию Увы, молчание было ответом И лишь в московском телеграфе появилась коротенькая, но едкая заметка полевого Что идиллию Алова лучше было бы навсегда оставить под спудом Этот первый неблагосклонный отзыв критики взволновал Гоголя до глубины души И он сжег это свое первое неудачное произведение Однако сидение в департаменте выработало у Гоголя умение красиво писать Вечерами, когда на Большой морской зажигались фонари И народ отправлялся в театры и клубы Помощник начальника третьего стола второго отделения департамента у делов Превращался в никому пока неизвестного рассказчика Рудова-Панько Так начинались вечера на хуторе Блезди Ганьки Впервые вечера были опубликованы в 1831 году И сразу оглушительный успех Восторг критиков, публики, литераторов Знакомство с Жуковским и Пушкиным И восторженные слова первого поэта Берегитесь этого хохла Вдохновленный Гоголь выпускает сборники «Мир», «Город», «Арабески» В которых публикуют свои петербургские повести И везде, в записках сумасшедшего В повестях «Нос», «Шинель», «Портрет» Петербург – один из героев А в Невском проспекте – главный Нет ничего лучше Невского проспекта По крайней мере, в Петербурге Для него он составляет все И тут же, через несколько страниц Он лжет во всякое время Этот Невский проспект Но более всего тогда Когда ночь сгущенную массою належет на него Когда сам демон зажигает лампы Только для того, чтобы показать все О настоящем виде А вот еще одно частное замечание Обычно печатают таким образом Название произведения и год его создания И практически никогда не пишут о том В каком же возрасте автор написал это произведение И вот, если обратиться к Гоголю То получается совершенно удивительная картина На которую, мне кажется, мало кто обращает внимание Что все или многое из того, что им написано Было сделано буквально там Какие-то 7-8 лет жизни Причем «Вечера на хуторе» он начал писать в 20 лет Невский проспект написал в 25 Нос и портрет в 23 года Записки сумасшедшего в 25 Ревизор в 26 И в 26 лет он начал писать «Мертвые души» Все эти произведения были написаны в Петербурге Где о Гоголе уже заговорили как о преемнике Пушкина Сам Гоголь относился к своим успехам очень скромно Но вскоре Петербург, который принес ему такой успех Поставил ему подножку Ревизор, к постановке которого он готовился так трепетно Был не принят Это невозможность, это клевета, это фарс Слышалось со всех сторон Булгарин в Северной Пчеле Сенковский в библиотеке для чтения Обвиняли пьесу в нелепости И неправдоподобности содержания В карикатурности характеров В циничности и грязной двусмысленности тона Гоголь был сильно огорчен и разочарован Его любимое произведение, от которого он ждал себе славы Уничтожено, заброшено грязью Нервы Гоголя совсем расшатались К тому же сырой петербургский климат Убийственно действовал на его здоровье Я устал и душой, и телом Клянусь, никто не знает и не слышит моих страданий Боже с ними, со всеми Я хотел бы убежать теперь И предстоящие мне путешествия Пароход, море и другие далекие небеса Могут одни только освежить меня Я жажду их, как бог знает чего В марте 1837 года Он убежал от столицы и ее обитателей в Италию, в Рим Ему так нужно было ненатопленное тепло Вечный город покорил его Природа Италии восхищала, очаровывала Удивительная весна Гляжу и не нагляжусь Розы усыпали теперь весь Рим Но обонянию моему еще слаще от цветов Которые теперь зацвели И которых имя я Право в эту минуту позабыл Их нет у нас Верите ли, что часто приходит Нистовое желание превратиться в один нос Чтобы не было ничего больше Ни глаз, ни рук, ни ног Кроме одного только большущего носа У которого бы ноздри были в добрые ведра Чтобы можно было втянуть в себя Как можно побольше благовония и весны От наслаждения природой он переходил к произведениям искусства И тут уже не было конца его восторга Колизей и Святой Петр равно очаровывали его Он изучил все картинные галереи города Он по целым часам простаивал в церквах Перед картинами и статуями великих мастеров Он посещал мастерские всех художников и скульпторов Живших тогда в Риме Показывать Рим знакомым, приезжавшим из России Был для него величайшим удовольствием Но большую часть времени он проводил один в работе Еще одно частное замечание на сей раз О личности Гоголя Того самого нежного периода Когда он только появился в Петербурге И шедевр за шедевром Его быстро полюбили И не только за его литературный талант А за особую наблюдательность и нежную отзывчивость Аксаков писал о нем так Чем более я смотрю на него, тем более удивляюсь И чувствую всю великость этого человека И всю мелкость людей, его не понимающих Что за художник? Как полезно с ним проводить время? Вот в этих словах та аура вокруг Гоголя И объяснение, по-видимому, того Что именно ему Александр Сергеевич Пушкин Доверил исполнение своих собственных идей Ибо две крупнейших идеи Идеи ревизора и мертвых душ Была им передана Гоголю Для написания Но за процессом написания Пушкин следил очень внимательно Теперь я погружен весь в мертвые души Огромное мое творение И не скоро конец его Еще восстанут против меня новые сословия И много разных господ Но что же мне делать? Уже судьба моя Враждовать своими земляками Терпение У меня не только обязательство Перед собой и перед Богом Но и перед людьми Перед Россией Которую я публично пообещал Нечто необыкновенное И прекрасное Я должен продолжить Мною начатый большой труд Который писать с меня взял слово Пушкин Да, именно в Риме Он продолжал работать Над начатой в Петербурге Поэмой «Мертвые души» Удивительно, не правда ли? Конечно, теперь это знают все Но как долго и изящно Это замалчивалось Как можно, чтобы наш великий Писал наши мертвые души Где-то там Самое поразительное Что с тех пор здесь Ничего не переменилось В этом вечном городе И этот фонтан На площади Треви Над которым В квартире Княгини Волконской Гоголь встречался С Жуковским Вяземским Тургеневым Глинкой Со своими Соотечественниками И более того Вот здесь В одном из самых старых В Европе кафе Кого только не было Брюлов Свой шедевр Мертвые души Выражение Успокоенности Глубокой Как бы все понимающей мысли Которые увидел поэт И которые запечатлела Даже посмертная маска Потрясли Гоголя Что же постиг Пушкин За этой роковой чертой Образ Пушкина Преследует Гоголя Как мысль о конце О неизбежном конце Всего прекрасного Здоровье мое Хуже нынешней Русской литературы Меня называют Путешествием А на самом деле Я Странник Мне бы дорога теперь До дороги В дождь Сляк Через леса Через стих На край света Где окажусь Не знаю Осенью 1839 Гоголь Отправился в Россию Петербург Москва Устройство семейных дел Решение финансовых проблем Которые не оставляли его Ни в одном из мест Его пребывания Будто Малороссия Италия Или Россия Встреча с литераторами Чтение первых глав Мертвых душ Завершив дела Гоголь стал собираться На лечение в Европу А потом опять в Рим Он обещал через год Вернуться в Москву И привезти Первый том Мертвых душ Со всем готовым Рим Перестал служить Для него предметом Постоянного Восторженного Наблюдения Он бессознательно Как чем-то привычным Наслаждался И его природой И его художественными Красотами Но главное Набила шинель На каких-то видениях Посещавших его Во время болезни Где-то в середине Благой цели Создание черное творится И совершается в душе моей И благодарными слезами Не раз теперь полны глаза мои Здесь явно Первый том Мертвых душ Вышел в 1842 году В типографии Московского университета Его напечатали под названием Похождение Чичикова Или Мертвая душа Цензоров ничего не смутило Легкий роман С детективным Авантюрным сюжетом А не серьезная книга И по таким названиям Мало кто разглядел Произведение С эпическим замыслом Написанное в особом жанре Обозначая свою книгу Как поэму Гоголь ориентировался На античные образцы Поэмы Гомера В его сознании Существовал масштабный замысел Сродни божественной комедии Данте Из трех частей Ад, Чистилище, рай Он стремился воспеть Россию Он хотел, чтобы она стала Великой державой А для этого нужно Отчистить ее от скверны И пороков Населяющих ее людей Небесным огнем Исчерчена сия рукопись Что кричит в ней Каждая буква Что отовсюду устремлен Пронзительный перст На текущее поколение Но смеется оно Самонадеянно И гордо начинает Ряд новых заблуждений Над которыми Также посмеются Потомки Долго ли Прожил от моей персонажей Увы Ни вера Ни знания Ни жизнь Ни талант Ни гений Ни бессмерт Бессмертна Одна Смерть Работа над старым томом Шла мучительно Все с нетерпением Ждали выхода Новой книги Продолжения А он вдруг Неожиданно для всех В 1847 году Публикует выбранные места Из переписки с друзьями Трагический рубеж Творчества Гоголя Это уже другой Гоголь Такого Гоголя Многие не поняли И не приняли К 1851 году Гоголь Гоголь написал Гоголя Сохранились Пять глав Второго тома И отрывочные Наброски К третьему Которые В 1855 году В 1855 году Были напечатаны После сожжения Рукописи Гоголя Гоголь тяжело заболел Не самоубий Уход сознательный Пять старых Бархатных жилетов Полотняная простыня Семь старых Шестяных фуфаек Шуба енотовая Поношенная Золотые часы И книги Русские и иностранные Которых Насчитывалось Общей численностью 234 Стоимость имущества Составляла 43 рубля 88 копеек Серебро Утром 24 февраля Огромная толпа Профессоров И студентов Писателей Чиновников Баб и мужиков Шла за гробом До самого Данилова монастыря Кого хоронят Спрашивали И люди Которые Не могли себе представить Чтобы так могли Хоронить Простого Калежского Асессора Говорили Генерала хоронят А ведь он И был генералом От русской Словесности Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова